Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт Алексея Навального. Решение о блокировке приняла Генпрокуратура еще 15 июня, следует из данных реестра. Основанием для блокировки стала статья 15.3 Федерального закона об информации, которая предполагает запрет ресурсов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в массовых мероприятиях. Вот это мне нравится. Беспорядки я понимаю, хотя я не уверен, что Навальный прям-таки призывал к участию в беспорядках. То есть что такое беспорядки? Погромы, битье машин, нападение на полицейских, поджоги, битье витрин. Я такого не припоминаю, друзья. Вы припоминаете? Я понимаю, он вообще либерал, проходил обучение в Америке, у меня к нему много вопросов, и как-то кремлевская судебная система как-то очень мягко с ним обращалась все это время. Предполагаемо, у него были подвязочки и на Западе, и внутри нашей страны, во властных элитках. Я не фанат Навального от слова совсем, но за что заблокирован? Ладно, массовых беспорядков, предположим, что-то он призывал. А осуществление экстремистской деятельности, это что имеется в виду? Что Навальный сделал как экстремист? Я просто не в курсе. Вот хорошо бы у нас был такой генпрокурор или руководитель Следственного комитета, или кто-то еще там именитый такой министр юстиции, вышел бы и объяснил. Навальный конкретно осужден вот за то-то, то-то и то-то. Такие-то факты выяснились, вы, например, о них не знали, а мы вот узнали, довели дело до суда и добились, что мы его посадили. Конкретика нужна, конкретика. А вот последнее, это вообще потрясающе, участие в массовых мероприятиях. Скажите, пожалуйста, призывать поучаствовать в массовых мероприятиях это преступление? Какой-нибудь бессмертный полк, собрание Единой России, Крымская весна, да массовые мероприятия, они же не только политическую подоплеку носят. Ну, написано, призывы к участию в массовых мероприятиях, это, мягко говоря, очень странно. Наше государство совершенно не понимает, что и где оно пишет. И к большому, к великому нашему сожалению, общество и государство живут в разных вселенных. Общество свои проблемы и объяснения, почему все так плохо. У государства совсем другие, свои объяснения, кто виноват и что делать или не делать. Еще дальше идет наш руководитель Следственного комитета, гражданин Бастрыкин. Сайты с запрещенной информацией должны блокироваться за 2-3 часа. Вот сайт Навального больше месяца прошло с момента его включения в реестр, а только сейчас заблокировали, больше месяца прошло. А надо, чтобы за 2-3 часа блокировали. Глава Следкома Бастрыкин считает, что оптимизация процесса блокировки неугодного сайта позволит остановить пропаганду экстремизма и терроризма. Он также рассказал, что помимо блокировки сайтов с запрещенкой, Следком воспитывает и формирует у подрастающего поколения правильные ценности и ориентиры. В ведомстве создали специализированную программу «Юный следователь», призванную заинтересовать подростков в профессии следователя, а также повысить уровень правовой культуры молодежи. Мне интересно, чему будет учить Александр Бастрыкин. Вот, например, есть у нас товарищи из госрозыска. Дмитрий Матвеев на пальцах объясняет, учит, как простой человек, пользуясь кадастровыми картами, открытыми базами данных, может находить украденную у государства, неправильно приватизированную, отжатую в собственность олигархов и чиновников собственность. Находить, очень легко можно находить сворованное. Вот как раз можно было бы на «Юном следователе» пригласить Дмитрия Викторовича Матвеева, включить это в программу, и чтобы наша молодежь, цизмальство, училась сажать воров коррупционеров. Уже после первого уголовного дела, которое бы суд присудил, вернуть собственность государства, национализировать, конфисковать, хоть самую маленькую собственность, ну или даже не конфисковать, а, например, незаконная стройка, когда вплотную к водоему ставят забор. Это же легко найти, правильно? В любом регионе России такое есть. Если вплотную к речке, к озеру, к пруду, не на расстоянии, там, 3-5 метров, я точно норматива не помню, а вплотную подходит какой-то забор, так что человек по берегу пройти не может, это нарушение закона. Юные следователи вполне могли бы этим заниматься. И как только такие дела дойдут до суда, и заборы будут снесены, и собственность будет конфискована. Вы знаете, тут же и Бастрыкин, и Путин, и Дина Россия сразу будет понятно. Нашу молодежь учат бороться с ворами. Видимо, в стране начались перемены. Но я так подозреваю, что гражданин Бастрыкин предполагает, что молодежь будет стучать на пропаганду неправильных мнений в интернете. И все неправильное можно легко подвести под экстремизм, терроризм, там, что угодно. Друзья, Александр Иванович, что вы творите? Зачем вы это делаете? Более того, вы говорите, что воспитывает правильные ценности ориентиры. Вы утверждаете, что Минпросвет, который должен этим заниматься, настолько плохо работает? Почему Минпросвет этим не занимается? Александр Иванович, хорошо, ладно. Правовая культура молодежи. Вот простой вопрос. Есть такой очень популярный блогер Юрий Дудь. Тоже оппозиционных взглядов. Он не мой товарищ. Я лево-патриотических, социалистических взглядов. Юрий Дудь либерал. Его известная фраза, которую многие цитируют. Капитализм, счастье, зашибись только в матерной интерпретации. Юрий Дудь мне не близок. Но, тем не менее, Юрий Дудь сейчас проходит по уголовному делу. 23 июля Дудь просит прекратить дело о пропаганде наркотиков за отсутствием состава правонарушения. Автор интервью призывает воздержаться от употребления запрещенных веществ, отметил представитель журналиста. То есть Юрий Дудь, известный, популярный у молодежи блогер. Что-то там неаккуратно сказали в его интервью. За это теперь его привлекают к ответственности. За ролик в интернете. Это у нас не первый случай. Вроде привыкли, но, тем не менее, звучит достаточно странно. И в это же время аналогичная ситуация. Роскомнадзор заблокировал интервью Андрея Макаревича в шоу «Осторожно, Собчак» из-за упоминания наркотиков. Да и хрен с ним, ответил музыкант. Роскомнадзор ограничил доступ к интервью лидеру группы «Машина времени» Макаревича, которая вышла в июле 2019 года в ютуб-шоу «Осторожно, Собчак». Интервью внесли в реестр запрещенной информации по требованию МВД России из-за содержащейся в нем пропаганды наркотических средств. То есть у нас есть Юрий Дудь, который вроде бы как пропагандирует запрещенные наркотические вещества. И Юрия Дудя за это тащат в суд. Юрий Дудь, кумир молодежи, сейчас попадает под уголовное преследование, там все понятно. Очень неприятная ситуация. Если это по закону, хорошо, я понял. Но если это по закону, простите, почему Собчак никто не тащит за такое же интервью, за такое же правонарушение, которое подтверждено документами МВД России, которые потребовали видео заблокировать, но Собчак в суд никто не тащит? А в чем дело? Может быть дело в близости Собчак к Владимиру Путину? Ее просто нельзя трогать. Это правильный человек, а правильных людей не трогают. Молодежь это все видит, Александр Иванович. Какая у них воспитывается и формируется правовая культура? Вы издеваетесь? Молодежь убеждена, вот глядя на такое вот неравноценное, пристрастное отношение, понимает, что у нашего государства нет правовой культуры. Вы что уговорите уж про молодежь? Так дела не делаются. Более того, вы очень успешно считаете, что за 2-3 часа можно ловить экстремистские, террористические всякие материалы в интернете. А вот у нас детишки кончают жизнь самоубийством из-за призывов в группах в социальных сетях. В социальных сетях торгуют и запрещенными веществами, теми же наркотиками, не дай бог. У нас распространяются религиозные учения неправильные. У нас много чего происходит в социальных сетях. Почему-то только именно оппозиция попала в створку вашего внимания. Александр Иванович, почему? Нет, я согласен. ИГИЛовцев, запрещенных в России, обязательно нужно блокировать. Много вещей есть, которые, правда, надо блокировать. Я даже вот как оппозиционер, я должен сказать, что такие люди, как там Александр Добрый, или этот Мальцев Вячеслав из артподготовки, и многие, кто обещали, вот, ребята, берем все топоры, выходим на площади. А потом в последний момент оказывалось, что они настоящие провокаторы. В день Д, час, че они оказывались в другом месте. А люди, которые им поверили, вышли на площадь, оказывались арестованы, получили сроки. А ребятки, которые из ФСБ, из прокуратуры, которые всеми этими делами занимались, получили погоны, повышение по службе. Это настоящие провокаторы. Конечно, подобные призывы, материалы должны блокироваться. Но я уверен, что есть вещи более серьезные, более важные. Опять же, вы говорите про молодежь. Пропаганда алкоголя для подростков 12, 13, 14 лет. Пропаганда ранних половых связей, в том числе с гораздо более взрослыми людьми, потому что, девочки, вы же понимаете, что взрослый мужик может вам купить новый телефон. Зачем вам эти подростки дружить со взрослыми? Этого полно в интернете. Но всех волнует только Навальный. Навальный, Грудинин, Платошкин, Бондаренко, Иванов тоже ко мне тут приходит периодически. Александр Иванович, вам не стыдно? Но еще дальше, чем глава Следственного комитета, зашел губернатор Калининградской области, Любимчик Путин Алиханов, удалил комментарий под своим постом, где подписчики рассказали ему о проблемах и антисанитарии в детском доме. То есть есть реальные проблемы. Не какие-то там Навальный, там Госдеп. Это реальные жители области. Рассказали о реальной ситуации. Что делает губернатор? А мы это просто удалим. Как будто ничего не происходит. Все хорошо, прекрасная маркиза. В Калининградской области суд лишил опеки мать восьмерых детей, Олесю. В официальных СМИ Олесю назвали алкоголичкой, избивающей детей. Руководство детдома запретило женщине видеться с детьми. Однако не все так просто. Подписчики губернатора, узнав, в какой именно детдом определили детей, забили тревогу и попросили Антона Алиханова разобраться в ситуации. По словам Олеси, близкие женщины заявляют, что ее оговорили, и она вообще не пьет. Алиханов не стал что-либо выяснять и заявил женщине, что у нее нет шансов вернуть себе опеку над детьми. В комментариях под постом о детях губернатору указали на многочисленные нарушения и антисанитарию в детском центре «Наш дом». Более того, его директор привлекался к административной ответственности, а некоторые преподаватели к уголовной за сексуальные домогательства. «Александр Иванович, вы не хотите вот в Калининград направить парочку там человек, проверить факты, о которых люди говорят?» А после того, как нескольких детей Олеси отправили в психушку, калининградцы стали бить тревогу и требовать решительных действий от главы региона. Алиханов предпочел не проводить разбирательства и встречи с детьми и просто удалил все неугодные ему комментарии. Вот он, красавец, молодой путинский губернатор. Лет через 15-20 будет рассчитывать на должность министра, премьера, вице-премьера или даже президента. Вот они, путинские, ростки путинской демократии. Молодые патриоты-технократы. Скажите, пожалуйста, это что такое? Где следком, где прокуратура? Почему, когда люди говорят о реальных фактах, не проводится даже прокурорская проверка, не выезжают следователи, людям, которые это говорят, просто затыкают рот, отключили комментарии и все, все прекрасно, проблема растворилась. Это самая настоящая цензура. И цензура, я даже не говорю про политических оппонентов. Даже простые люди, которые в курсе каких-то проблем в регионе, не имеют возможности к кому-то достучаться. Они писали на официальную страницу губернатора, которой занимается его пресс-служба. Там специальный аппарат, специальные люди, которые все это читают, все это просматривают, ему докладывают, делают специальные выписки, распечатки. И вместо того, чтобы дать делу реальным проблемам ход, очевидно, что у них стоит другая совсем задача. Делать вид, что все замечательно. Чтобы Антоша Алиханов был на хорошем счету и вовремя, желательно пораньше, получил повышение. А если Антоша Алиханов получит повышение, то все, кто с ним работает, возможно, даже переедут жить в Москву и будут работать на новом месте, на более хорошую зарплату, а еще им, как иногородним, положена квартира. И вот они ради вот этой мечты о красивой жизни в Москве с министром или премьером президентом Алихановым готовы на все. Готовы восьмерых детей отдать, как мы предполагаем, фантазируем, гипотезу выдвигаем преподавателям-педофилам из детского дома. Да и наплевать, у Бастрыкина другие дела, у него Навальный. А вот этот гражданин вам знаком? Теперь он уже обретает определенную известность. В.Н. Бородин руководит организацией, которая мимикрирует под фонд борьбы с коррупцией Навального, запрещенной ныне в России. И вот что выясняется про этого любителя Путина, охранителя, ценителя стабильности. Мамин дом на Рублевке. Каратисты-коррупционеры. И родственники-чекисты. Несколько деталей к портрету Виталия Бородина, по доносу которого издание проект заклеймили статусом «Нежелательная организация». Фактически сейчас она не сможет работать у нас, а хотя у них были и неплохие расследования в том числе. 15 июля наших коллег и друзей расследовательской издании объявили нежелательной организацией. В тот же день стало известно, что сделали это по доносу Виталия Бородина, руководителем мало кому известной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» ФПБК. Почти то же самое, что ФБК. Коллеги из других медиа вспомнили интересные детали из его биографии. Учеба в США, вы представляете, как интересно, прям как у Навального. Учеба в США на гранд-фонде «НЕТ», объявлен в России нежелательной организацией еще в 2015 году, должность советника главы Ингушетии, участие в ток-шоу «Пусть говорят». В интервью Медузе, которая тоже сейчас уже признана иностранным агентом, он рассказал, что в Донецке на передовых позициях был и с автоматом в руках бегал. Но мы узнали и другие факты о его жизни, пока не упомянутые коллегами. Мамин дом. В декабре 2014 года мама Виталия Бородина, пенсионерка, всем бы пенсионерам так жить, купила участок и дом в элитном поселке Горки-2 на Рублевке. Судя по инстаграму Бородина и его гражданской жены, кстати, с вечера 15 июля их аккаунты стали приватными, закрытыми. Они с детьми живут именно там, в квартире матушки-пенсионерки. То есть это не сынок, близкий к администрации президента, это именно мама-пенсионерка. На свою пенсию, видимо, прикупила дом на Рублевке, в котором живет почему-то не она сама, а ее сын с невесткой. Площадь участка 1000 квадратных метров, площадь дома 546 квадратных метров. Подобные особняки сейчас стоят 75 миллионов рублей. Просто вдумайтесь в эти цифры. В материале Липецкой газеты от 2013 года говорится, «Мама Виталия Бородина живет в Ельце и работает в детском доме. Откуда у пенсионерки, работавшей в детском доме города Елет, с деньги на такую покупку?» Мы попытались задать этот вопрос самому Бородину. Сначала он нам ответил. «Да какая там дорогостоящая недвижимость? Там домом-то даже не назовешь. Это все находится 28-й километр по этому направлению. Там даже не Рублевка. Какая там Рублевка?» Затем связь оборвалась, и он перестал отвечать на звонки журналистки важных историй. Родственники-чекисты. Гражданская жена Виталия Бородина Елена Крайт, настоящая фамилия Белюшина, ведущая программы «Экстренный вызов 112» на РЕН-ТВ. Но ее биография примечательна другим. Елена из семьи потомственных чекистов. Ее дед – бывший сотрудник контрразведки КГБ, генерал-майор в отставке Ефим Гордевич Чекулаев. А прадед Елены – герой Советского Союза Гордей Трофимович Чекулаев. Служил в НКВД. Каратист-антикоррупционер со связями. Бородин создал ФБПК в 2017 году. В соучредителях вместе с ним Любовь Бородина, Владимир Венделович и Даниил Юрин. Как вы уже знаете, Любовь Бородина – его мама, пенсионерка из Ельца с особняком на Рублевке. Что подтолкнуло ее заниматься антиокрупционной деятельностью, нам неизвестно. Но у ФБПК интересен и другой соучредитель. Бывший чемпион Москвы по карате Владимир Венделович. Он – один из первых учеников спортивного клуба «Раменки». Венделович давно знаком с ветеранами клуба. Сооснователем «Раменок», чемпионом СССР по карате Виктором Ханом, вице-президентом клуба Олегом Цоем. Сын Венделовича Юрий даже возглавляет СПК-групп Виктора Хана, на которую зарегистрирован товарный знак спортклуба «Раменки». Хан – вице-президент Федерации караты России. Другой вице-президент Федерации Антон Устинов. Бывший помощник Игоря Сечина в правительстве РФ с 2008 по 2012 годы. Бывший советник президента Путина с 2012 по 2016 годы. А сейчас – глава правления страховой компании «СОГАЗ». «СОГАЗ» принадлежит людям из ближайшего окружения Владимира Путина. Короче говоря, этот гражданин – ревнитель патриотизма, охранитель, гражданин Бородин, метит в какой-нибудь депутата и так далее и тому подобное. У него очень интересная история появления его недвижимости. У него очень замечательные, занимательные связи. Нет, я, конечно, против чекистов-то ничего не имею. Но ведь в ЧК были и светлые страницы истории, и тёмные страницы истории. Я так понимаю, что вот этот парень всё-таки специализируется больше именно по доносам. И не по тем доносам, которые помогают ловить шпионов настоящих, а по тем доносам, которые позволяют отжимать собственность, что тоже было. И на это нельзя закрывать глаза и игнорировать. Это было, было. И сейчас это повторяется. Вот такие, как Бородин, сейчас имеют доступ к рычагам власти. У них хорошие связи, у них хорошие политические перспективы. И к чему это всё приведёт, одному Богу известно. Судя по всему, они правда пролезут во власть и могут творить абсолютно всё, что угодно. Захочет он закрыть какое-то издание, посадить какого-то оппозиционера, и ему это удастся. Вообще без каких-либо сомнений. Друзья, такая ли свобода слова, цензура, контроль над средствами массовой информации нам нужны? Я уверен, что нет. Мне кажется, что такие шоу, как «Пусть говорят», наконец-то «Дом-2» закрыли. Очень много есть вещей на телевидении, которые, правда, неплохо бы закрыть. Но эти вопросы никто не поднимает. А вот, конечно, когда какие-то митинги, кто-то кого-то призывает на митинги, вот это ужас-ужас, это обязательно надо запретить. По-моему, это, мягко говоря, двойные стандарты. А откровенно говоря, это использование должностного положения для собственной выгоды. Причём собственная выгода — это коррупционная связь нашей правящей элиты, с крупнейшими бизнес-структурами и со всеми вытекающими последствиями. Друзья, только вместе мы сила. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии. Именно они позволяют распространять информацию, просвещать и будить страну. До новых встреч. Пока. Александр Иванович, надеюсь, вы досмотрели до конца. Субтитры создавал DimaTorzok